Глава области Сергей Морозов посетил Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, осмотрел модернизацию объединенного предприятия. Напомню, в марте этого года произошло слияние УКБП и приборостроительного завода «Утес». Это стало логическим завершением многолетнего процесса сближения двух родственных предприятий, соседствующих более 60 лет на единой промышленной площадке. Подробнее в нашем сюжете. Глава области Сергей Морозов уверенно заявил, что объединенные предприятия ждет дальнейшее процветание. Задача, поставленная президентом Владимиром Путиным по повышению обороноспособности нашей страны, будет выполнена. Слияние двух ведущих предприятий авиаприборостроительной отрасли АО «УКБП» и открытого акционерного общества «Утес», по словам руководства, очень своевременный и нужный шаг. В условиях динамично развивающейся экономики, постоянно растущей конкуренции, это позволит удержать лидирующие позиции на рынке разработок и производства авионики. Перспективы следующие. Первая – это гражданская авиация, это новый объект МС-21. Это уже твердый заказ от корпорации «Иркут» на ближайшие не 5 и не 10, а гораздо больше лет с общим количеством бортов порядка 370 машин до 2037 года. Это вертолетная тематика, ну это и товары народного потребления, медицина и автомобилестроения. Для того, чтобы соответствовать таким заказам, необходимо не просто идти в ногу со временем, нужно быть на шаг впереди. Сейчас на предприятии идет модернизация производства. Главе области Сергею Морозову показали обновленные цеха и рассказали о планах на ближайшее будущее. Всего планируется реконструировать около 16,5 тысяч квадратных метров площадей. Это даст нам возможность обеспечить высокопроизводительным оборудованием собственное производство, открыть новые рабочие места, запустить завод в две, а при необходимости и в три смены. Но мы говорим уже об объединенном заводе. Да, мы, конечно, говорим уже об объединенном заводе. Единая площадка. Еще в 2005 году генеральный директор «Утеса» Георгий Лафазан принял решение приступить к освоению бесплатформенных инерциальных навигационных систем – БИНС. Завод тогда приступил к этой работе за счет собственных средств. Сегодня уже в едином предприятии реализуется федеральная целевая программа по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2020 года. В результате данной программы мы получим совершенно новые предприятия, оснащенные по современному слову техникой с чистыми помещениями около 900 метров квадратных. Шестой класс чистоты таких помещений практически у нас сейчас нет. Технологии, которыми будем владеть, мы будем владеть практически единственными сейчас Российской Федерацией. Программу реализуют в три этапа. На первый потратили более 120 миллионов рублей, и он уже завершен. Второй и третий этапы сейчас на стадии реализации. Всего на них потратят около двух миллиардов рублей. Васа Рассадина, Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.